Канского, литовского, русского друга Томаса Венслова, которого я знаю очень давно, и многие из вас знают в его разнообразных ипостасях. Он выдающийся литовский поэт, замечательный переводчик русских стихов на литовский язык. Вообще поэт в широком смысле. Недавно присутствующий здесь Йозес Будрайтис в замечательном руководителем центра литовской культуры в Москве издал стихи разных лет Томаса Венслова «Негатив белизны». Вот эта книга, которая здесь в каком-то количестве экземпляров есть. А до этого еще вышла книга о Томасе, такой общий очерк его работы «Доната Митайте», вот эта книга, ранее изданная. То есть на русском языке вы можете составить достаточно полное представление. Я в свое время писал предисловия к сборнику очень интересных статей Томаса о русской поэзии, вообще о русской литературе. Я думаю, что он один из наиболее оригинальных и тонких ценителей русской литературы сейчас. Много сделал интересного для понимания Серебряного века и некоторых предшествующих классических авторов. Так что я очень благодарен Томасу за то, что он принял приглашение РТГУ, который пригласил его приехать на эти наши праздничные заседания. И прошу вас послушать его доклад на тему, над которой он уже последние годы работает. Это «Город как символ Вильнюс в восточноевропейской литературе». Спасибо. Господа, то, что я прочту, это не совсем доклад, это сначала как бы новелла, а потом будет хронологический обзор. И это к науке имеет несколько косвенное, может быть, отношение. И попробую уложиться в час. Я бы хотел начать от рассказа о судьбе одного вильнюсского жителя, малоизвестного за пределами Литвы, да и в Литве не очень известного. Речь идет о поэте по имени Йозас Кекштас. В межвоенную пору, когда город входил в состав Польши, он учился в литовской гимназии имени Витавта Великого. В городе были гимназии на самых разных языках. Как многие ученики этой гимназии, он склонился к весьма радикальным взглядам. Ну, в общем, скажем, его чуть ли не одноклассником был знаменитый впоследствии чекист и международный террорист Иосиф Григулевич, из которого сейчас пробую делать героя. Еще в ранней молодости Кекштас попал в знаменитую тюрьму Лукишке, из которой почти не выходил до начала войны. Но там он стал писать и публиковать стихи в вильнюсской литовской прессе. Испытал сильное воздействие молодых польских авангардистов из группы Жагары. В эту группу входил Чеслав Милош, будущий Нобелевский лауреат. Жагары – это, хотя группа была польской, но слово это литовское. Оно означает нечто вроде «сухие ветки», применяющиеся для растопки. В короткие промежутки между тюремными сроками Кекштас успел с Милошем познакомиться. В 1939 году ему было 24 года. Тогда Вильнюс был занят советскими войсками, после чего Сталин передал его Литве. Кекштас предпочел остаться в стране, которую считал страной победившего социализма. Поэтому он переселился в Беларусь, не подозревая, что Вильнюс через год тоже будет присоединен к Советскому Союзу. Легко догадаться, что молодой поэт вскоре оказался в оркутинских лагерях, что существенно изменило его мировоззрение, хотя он до смерти остался скорее левым. Ему удалось покинуть союз с польской армией и через Палестину перебраться в Италию. Там Кекштас принял участие в битве под Монте-Кассино, в знаменитой битве, и оказался, вероятно, единственным в истории литовцем, который освобождал город Рим. Вернуться в Вильнюс он не мог, поэтому выехал в Буэнос-Айрес, стал чернорабочим и одновременно основал модернистский литературный журнал. Напечатал первую литовскую книгу переводов Милоша. Десять лет спустя на аргентинском шоссе, который он строил, его настиг инсульт и паралич. Тогда он с большим трудом, но нашел пристанище в Варшавском доме ветеранов. Мне там удалось его посетить в 70-м году, но вслед же была очень короткой. На полке его кровати стояла огромная литовская мигрантская энциклопедия. Но литовцы издали в иммиграции энциклопедию в 37 томах. Она меня весьма интересовала, тем более, что была у нас строжайше запрещена. Но я не решился попросить больного Кекштаса о том, чтобы в нее заглянуть. Он умер спустя еще 11 лет и был похоронен в Варшаве. Как говорит польский исследователь Самолгожата Каснер, написавший о Кекштасе книгу, его жизнь – классический случай отчуждения. Он верил в радикальные идеи, но в них разочаровался. Воевал в польской армии, хотя был литовцем, а отношения Польши и Литвы тогда были напряженными. Среди литовских иммигрантов был изолированным, как человек левых взглядов, авангардист и при этом польский гражданин. Последние годы жизни провел рядом с Литвой, но не мог и, возможно, даже не хотел туда вернуться. Но Литве и Вильнюсу он остался верен. Хотел лежать в вильнюсской земле, что не случилось, и однажды все же посетил родной город. Так как он не мог ходить, старые знакомые носили его по Вильнюсу на руках. Там он прежде всего искал и читателей, нашел их после смерти. Его книга стихов, включающая переводы из Милоша, появилась в годы так называемой перестройки и заинтересовала поэтов младшего поколения. Стихотворение о Вильнюсе Кекстос почти не оставил, он отнюдь не был первоклассным поэтом. Но город, который он знал только в ранней молодости, потом уже были только тюрьмы, война, эмиграция, болезнь, занимал в его воображении главное место. Об этом свидетельствует самая интересная часть его наследия – письма из Варшавы, Вильнюс одной подруге юности, тоже вильнюсской литовке. Они состоят в основном из подробнейших описаний воображаемых прогулок по городу. Несуществующие магазины, рестораны, кинотеатры, забытые, но сохраненные фотографической памятью Кекстоса вывески, витрины, афиши перемежаются с точными топографическими указаниями. На каком углу свернуть в сторону, сколько времени все это займет и так далее. Вот эта новелла может послужить точкой отсчета для разговора о вильнюсском тексте. Понятие текста города, как известно, введено в оборот учеными Тартуско-Московской школы, одним из основателей и наиболее ярких фигур, которой является наш юбиляр. Говоря в этом понятии, обычно ограничиваются областью словесности. Но я думаю, что в более широкой перспективе к понятию городского текста можно отнести и внесловесные тексты, включая даже архитектуру, а также тексты человеческих судеб. Все, из чего складывается аура и ми в города, все, что превращает город в символ. О тексте Вильнюса говорилось уже немало, хотя сам этот термин не всегда при этом употреблялся. Я упомяну несколько характерных черт вильнюсского текста, которые отличают его, скажем, от текста Петербурга или Венеции. Причем этот список никак нельзя считать исчерпывающим. Первое. Вильнюс всегда находился и находится на границе разных государственных и или культурных миров. На границе запада и востока, грубо говоря. Причем эта граница часто сдвигается, оставляя город то на западной, то на восточной стороне. Второе. Вильнюс обычно оказывается этническим анклавом. В 18-19 веках население его состояло в основном из поляков и евреев. А окружающие деревни говорили по-литовски и по-белорусски. Сейчас ситуация, как и ситуация границ, оказалась инвертированной. Население города прежде всего литовцы и отчасти русские. А вот окружающие деревни говорят либо по-польски, либо по-белорусски. Третье. Тем самым между городом и его деревенской округой создается некое напряжение. С другой стороны, деревня вторгается в город в значительно большей степени, чем это обычно бывает. Это происходит и на природном уровне. Дикие и одновременно идиллические вкрапления природы обнаруживаются вплоть до городского центра. Четвертое. Вильнюсский текст принципиально мультикультурен и полиглотичен. Ни один язык и культура в нем не занимают и никогда не занимали абсолютно доминантного положения. Эта черта сближает Вильнюс с Прагой, Триестом, Львовом, Черновцами. Словесные тексты, связанные с Вильнюсом, нередко бывают макароническими, как, например, езуитские драмы XVII века. В них, так сказать, комические вставки, драма была на польском, а комические вставки либо на литовском, либо на белорусском. Более того, здесь накладываются друг на друга и соперничают различные исторические нарративы и культурные дискурсы. Пятое. При этом в разноязычных текстах, принадлежащих к разным культурам, повторяется и пересмысляется обычно один и тот же набор символов. Погоня – это герб Литвы, всадник на коне, похожий на святого Георгия, но нетождественный с ним. Железный волк, Остробрамская Мадонна. Набор метонимии и метафор, таких как Литовский Иерусалим или Северный Иерусалим, это идет от еврейской традиции, но проникло и в другие традиции. Набор мифических либо мифологизированных сюжетов и персонажей. Языческий жрец Лиздейка, Гедемин Витовт, Барбара Радзивилл, а также Адам Мицкевич, а также вильнюсский Гаон. Быть может, мне так показалось, если я не прав, пусть меня поправят, здесь можно говорить, хотя не обязательно в строго-терминологическом смысле, о Южно-Балтийском Семиотическом Союзе по типу языкового. Сейчас говорят о Южно-Балтийском Семиотическом Союзе, языковом Союзе, но можно говорить о Южно-Балтийской модели мира по типу балканской. Шестое. В отличие от Риги и Таллина, Вильнюс воспринимается только как сакральный город, столица, религиозный центр, следоточие науки поэзии. Но его экономическая, торговая, промышленная роль, хотя она имела место, как обычно в любом городе, она игнорируется. И также всемирно подчеркивается, что это город, основанный не чужеземцами, не колонистами, а автоктонами. Седьмое. И вот то, что будет повторяться в моем выступлении. Вильнюсский текст почти всегда ностальгичен. Его часто создают люди, оторванные от города в результате исторических перипетий, и поэтому особенно чутки к мелочам его топографии и быта, как Йозас Кекштос, но и гораздо более крупные фигуры, как Мицкевич и Милош. Здесь характерно также то, что я бы назвал временной ностальгией. То есть Вильнюс – это символ исчезнувшего великого прошлого, но то же самое, что Рим и Ярусалим. И символ будущего, как бы я тут говорил бы о такой некой светской эсхатологии, что в будущем он вновь обретет свою былую роль. Важно то, что ностальгия проявляется не только на личном уровне, но на уровне этнических и национальных групп. Передвигающаяся граница отрезает от Вильнюса народ, тоскующий по своему городу. До последней войны это были литовцы. Сейчас это поляки, белорусы, а также израильские евреи. Восьмое. Национальная и культурная идентификация Вильнюса неоднозначна. Один и тот же человек может принадлежать к нескольким культурам, что иногда ведет к внутреннему конфликту. Здесь также типичный случай Мицкевича. Мицкевич был человеком, собственно, трех или четырех культур. Он писал по-польски, но его главная поэма начинается со слов «Очизна, милая Литва», причем под Литвой он имеет в виду Белоруссию. И четвертое – это мать его происходила из еврейской крещеной семьи, и он был юдофилом, и, так сказать, эта тематика у него играет немалую роль. В чем-то подобен случай Милоша, но и более мелких фигур, как Кекштаса. Тут могу сказать, что сам я также считаю себя человеком поменьше меди трех, а может быть, и четырех культур. Девять. В связи со всем этим Вильнюс часто определяется как эксцентрический, странный, магический, то есть мифогенный город, способствующий созданию поэзии. Однако он противоположен странному и магическому Петербургу, потому что он не является умышленным и искусственным городом, он органически вырастает из своей почвы. Лучшая книга о вильнюсском тексте, и точнее о его литературной составляющей, написана Валентиной Брио, вышла в прошлом году. Поэзия и поэтика города. Вильно, Вильна, Вильнюс. В дальнейшем обзоре я буду во многом основываться на этой книге, дополняя ее некоторыми собственными наблюдениями, особенно в той мере, в какой это касается ностальгии по Вильнюсу. Причем сама эта работа – это прекрасный пример этой ностальгии. Вильнюсский текст начинается с мифа о долине Свентарога, или Швентарагиса, месте ритуального погребения великих князей, выше которого был построен вильнюсский замок. Этот балтийский миф записан в летописях на восточнославянском языке, что характерно несколько парадоксально. Другой парадокс. Хотя миф об основании Вильнюса, его ритуальном, то есть припоминательном статусе и обещанном мировом значении крайне важен для литовской модели мира, город не играет особой роли в литовском фольклоре, о чем говорит Брио. В народных песнях, да, и нахон, не важнее Риги или Тильзита. И иногда описывается, как стоящий на Дунае, то есть полная, так сказать, географическая путаница. Это соотносится с фактом, что со второй половины 17 века в Вильнюсе почти не осталось населения, говорящего на литовском языке. Профессиональная поэзия, связанная с Вильнюсом, начинается со времен Ренессанса и Барокко. Она писалась в основном по латыни, потому что ее авторами были люди, связанные с латиноязычным Вильнюсским университетом. Впрочем, в Вильнюсе написано также первое светское стихотворение по-литовски, использующее античную просодию. В литовском языке это возможно, потому что различаются долгие и краткогласные. Но потом это уже не делалось. Потом, как и в русском языке, стих строится на развлечении ударных и безударных гласных. А также в Вильнюсе написано первое светское стихотворение по-фински. В ренессансных и барочных текстах Вильнюс ставится в один ряд с Римом, Троей и Иерусалимом. Многочисленны также тексты, где он выступает как Локус Амёнус. Точнее, здесь речь идет о его предместиях, таких как Лукишкес, позднее там была построена знаменитая тюрьма, и Веркей. Эта традиция сохранится до наших дней, хотя роль пасторального топоса будут брать на себя разные предместия. В самое последнее время предместия Ужупис, где проводится или проводился и реальный эксперимент по созданию утопической общины. Кстати говоря, в 1610 году написан первый ностальгический текст о Вильнюсе, уничтоженном пожаром. Тренодия альбожолосны пени о сгожению Вильна Яна Эйсимонта. Литовца по прохождению, что видно по его фамилии, хотя он писал по-польски. Вообще, классификации авторов по национальному признаку для литературы Великого княжества Литовского не представляется осмысленной. Такие дистинкции начинают приобретать вес после разделов польско-литовского государства. В эпоху романтизма с характером для него гердеровским культом языка, народного творчества и национального духа, что соответствует стремлениям к национальной эмансипации. Для поляков это времена Адама Мицкевича и Юлиуша Словацкого, которые оба были интимно связаны именно с этим городом. В ту же эпоху их современники, часто коллеги по Вильнюсскому университету, кладут определенное начало филологическим революциям, которые постепенно приведут к смене облика края, к появлению новых культурно-эссоциалистических единств и, в конечном счете, новых государств, Литвы и Белоруссии. Друг Мицкевича Ян Чечет пишет по-белорусски, правда, скорее в порядке эксперимента и футки. Симонтас Даукантас в исторических или квази-исторических сочинениях, написанных на весьма сложном, труднопонимаемом литовском языке с примесью латышского, создает идеологическую основу для будущего литовского национализма и национального движения. Это еще во времена Мицкевича, в первой половине XIX века. Тогда он ходил, так сказать, в самиздате, его читали в рукописях, напечатали его уже в общем в конце XIX века, в начале XX. Кстати, никто иной, как Даукантас, был первым переводчиком Мицкевича на какой бы то ни было язык. Перевел его малоизвестный прозаический текст Живиля. Раньше, чем Рылеев стал переводить баллады Мицкевича на русский язык. Причем Даукантас не знал, что это написал Мицкевич, который был его, так сказать, университетским коллегой. Текст Мицкевича был напечатан под псевдонимом. В этих и подобных текстах вырабатывается образ Вильнюса как идеальной столицы, утраченной в результате царской оккупации, а также полонизации. Столица эта должна воскреснуть как великий европейский город, принадлежащий ныне незаметной, но в исторической перспективе равной своим соседям нации. Под этой нацией имеются в виду литовцы, либо белорусы, либо даже некий идеальный литовско-белорусский сплав. Были и такие мысли. Позднее эта знаковая модель подхватывается деятелям второй половины 19-го, начала 20-го века. Например, в стихах о Вильнюсе литовца Майрониса или белоруса Максима Богдановича. По сути дела, сходная модель определяла менталитет и воображение вильнюсских поляков, начиная со времен филоматов, группы, которой принадлежали многие коллеги Мицкевича, и он сам. Потом их всех посадили и сослали в разные части Российской империи. Но Мицкевича, как известно, сослали в Петербург. Это не самая, может быть, страшная ссылка, которую можно вообразить. Однако идеальным текстом, золотым веком, подлежащим воскресенью, здесь были не только и не столько времена первобытной Литвы, Балтийской, Восточнославянской или Балтийско-Восточнославянской, сколько сравнительно недавние времена мощного польского государства, включавшего Вильнюс или Вильно, как один из своих основных, хотя и региональных центров. Первое напечатное стихотворение Мицкевича «Зима-мейска. Городская зима» с характерным пристрастием к мелким деталям быта и с юмором отображает вильнюсскую жизнь, еще не слишком изменившуюся со времен перед последним разделом Польши. Однако вскоре в текстах Мицкевича и Словацкого быт вытесняется романтическими, даже мистическими видениями, равно как ностальгии по городу, от которого их оторвала история. Мицкевич таскует по Вильнюсу в Акерманских степях, это его знаменитый первый крымский санет, в Петербурге, в Грездене, в Париже. Его друзья-филоматы в сибирской ссылке или, как Игнатий Домейко, даже в Чили. Года два назад я имел, так сказать, случай даже видеть статую, бюст Игнатия Домейко во дворе университета Сантьяго, он этот университет основал. Это был, так сказать, белорус, считавший себя литовцем, при этом оказавшийся в Чили, где он создал, собственно говоря, чилийскую традицию физики и химии. Подобная ситуация повторится неоднократно и станет существенной составляющей вильнюсского мифа, причем не только в польской традиции. В свою очередь, легенда филоватов, Мицкевича, Словацкого и университета их времен входит в ностальгический вильнюсский миф как его неизбежная часть. Вильнюсский текст, на каком бы языке он ни создавался, в общем, немыслим без отсылок к этой эпохе, к раннему 19 веку, к романтизму. Как знаковый локус, вильнюс есть также место паломничества по местам, связанное с польским романтизмом. Специфический, но подтверждающий правила случаи – это модернистские тексты 30-х годов 20 века, написанные Константом Ильдефонсом Галчинским. Галчинский прибыл вильнюс из уже относительно европеизированной Варшавы. И в его стихах, в хороших стихах, Вильнюс предстает как город хаотический, таинственный, смешной, отчасти дьявольский. Но если это ад, то это веселый ад, такой карнавально-сюрреалистический ад. Пародия Рима, пародия Иерусалима и самого себя, где образы и воспоминания романтизма преподносятся в остраненной перспективе. Вот это, пожалуй, единственный такой случай в истории вильнюсского текста. Сейчас начинают появляться тексты как-то отдаленно связанные с этой традицией Галчинского. Иным оказывается Вильнюс Чеслова-Милоша, который в польской литературе 20 века занимает примерно то же место, что Мицкевич в 19-м. Согласно его словам, после 1918 года эпоха филоматов как бы воскресла. Хронотоп города, ну, он этого термина не употребляет, был все еще сходен с хронотопом времен Мицкевича. И социальный, и культурный облик города, тем более архитектурный. Так что начинающий поэт сразу ощутил себя звеном определенной традиции. И в эту традицию входил бунт, а также перспектива изгнания. Для Милоша Вильнюс не был локусом паломничества. Он даже не разделял энтузиазма по поводу вновообретенной польской независимости. Тем более, что он солидаризировался не только с польским населением Вильнюсского края. В эмиграции, как отлично показала Валентина Брио, он отказывался от привычных ностальгических мотивов, потому что воспринимал изгнание как возможность построить текст своей поэзии заново. Позднее в этом ему следовал его друг и отчасти ученик Бродский. Ну, кстати, Милош был едва ли не единственным мне известным человеком, на которого Бродский смотрел все-таки снизу вверх. Это речайший случай в его жизни. Ну, так он, правда, смотрел еще на Одана и на Ахматову. Больше, вероятно, ни на кого. Но вскоре в текстах Милоша явилась двойная перспектива, вильнюско-калифорнийская, двойное видение, некая контрапунктная структура. И описание топографических и бытовых деталей города стало для Милоша едва ли не религиозной задачей, как он сам говорил, приближением к апокатастазису, воскрешению реальности в очищенном состоянии. Кстати, речь шла прежде всего о воскрешении языка и даже нескольких языков этой реальности. Вершиной этой поэзии Милоша остались стихи, написанные после возвращения в Вильнюс 52 года спустя. Милош таки вернулся в город, хотя в нем и не поселился, он поселился в Кракове, в то время, как Бродский в Петербург не вернулся вообще, кроме, как иногда, воображений. Дня два назад я видел фильм, в котором Бродский таки возвращается в Петербург, и это, надо сказать, ну, не самая, я бы сказал, удачная часть этого фильма. В этих стихах о Вильнюсе после возвращения он предстает как своеобразное иное пространство, описывая в метафизических категориях, как мир иной, сходное с пространством крымско-эллинских стихов Мандельштама. Милош создал парадигму для так называемой литературы кресов, то есть восточных окраин давней Польши. Вильнюс, но также Львов оказываются основными локусами этой литературы, которая включает в себя стихи, прозу, но также многочисленного семинания и дневники, кончается ностальгическим, но при этом ироническими повестями Тадоуша Конвицкого и Томаша Лубенского. В этой литературе реализованы основные черты вильнюсского текста, связь категории границы, понятие анклава, диалог языков и культур, неоднозначная самоидентификация персонажей и так далее. Черты эти, видимо, имеют особое значение для современного глобализованного мира или глобализующегося мира. В принципе, Милош считал себя литовским поэтом, пишущим по-польски. Помню, он очень радовался, когда литовские переводы его стихов появлялись в прессе раньше, польские оригиналы. Было несколько таких случаев. Что же касается литературы на литовском языке, то она между двумя мировыми войнами занимала в Вильнюсе маргинальное положение. Но, кстати, первая мировая война была там вполне заметной. Уже около 905-го года Вильнюс сознание литовца вернулся к своей первичной роли. Роли культурной, а инспе государственной столицы. Там сосредоточилась литовская культурная элита, в том числе большинство писателей, которые составляли серьезную группу, не менее, а то и более интересную, чем была Варшава, был Краков, был Львов и другие культурные центры. У литовцев был, в общем, в этот момент только Вильнюс. Польский ученый Михаил Ремер, который позднее стал ректором университета в независимой Литве в Каунасе, предвидел некий синтез. Поляки должны были стать значащей частью граждан литовского государства и внести весомый вклад в его многозычную культуру. Это не удалось. В 20-м году Вильнюс был занят вооруженной силой и включен состав Польши, с чем Литва не смогла примириться. Литовская элита за небольшими исключениями перебралась в Каунас. С этого времени в Литве создавалась обширная вильнюсская литература, высказывающая именно ностальгические чувства к потерянной столице. Небольшая ее часть возникала и в самом Вильнюсе, хотя поколение Кекштаса отошло от этой анахроничной модели под воздействием польского авангарда. Ностальгия по Вильнюсу была возведена на государственный уровень, стала важнейшей литовской идеологемой и сыграла существенную роль в исторической судьбе города. Большинство литовских авторов описывал Вильнюс как пленный и порабощенный город. Поэт Петрос Войчуна в 1922 году опубликовал стихи «Эй пасаули мезбавильне уснино римсим» «Слушай мир, мы без Вильнюса не смиримся». Они приобрели огромную популярность, около 20 лет играли роль второго литовского гимна. Сходные стихи сочиняли Людас Герак, Азиз Бинкес, который, кстати, также издал великолепный альбом города на литовском языке и другие, включая, кстати, Константина Бальмонта. Вильнюс в этой риторической литературе символизирует стабильность Литвы, ее идентичность, ее связь со своим началом. В соответствии со свойством вильнюсского текста это сакральный город, причем одновременно, как ни странно, языческий и христианский. В его центре древний жертвенник и католические святилища Остра Брама по-литовски ушло с вартой. Огромную роль играют фигуры великих князей, но не Ягайло, которые объединили Литву с Польшей. Следует сказать, что в 30-е годы эта литература приобретает больший артистизм и глубину, выходя за пределы чисто идеологических манипуляций. Таковы драмы Балиса Сроги или тексты будущего будущих эмигрантов Йонаса Айстиса и Бернарда Соброждениса или будущего политзека Антанаса Мишкиниса. Этим текстам часто свойственна горечь и некоторая ирония. Речь в них идет об аристократическом и тем самым отчужденном от крестьянской Литвы Вильнюсе. Символом оказывается, символом города оказывается уже не замок, не жертвенник, не Остра Брама, а городской герб Святой Христофор с трудом бредущий по реке истории. Новая ситуация города после 1939 и тем более после 1944 года радикально преобразила вильнюсский текст на литовском языке. Давно его модель в какой-то мере сохранилась в эмиграции, а в Литве после сталинского культурного пробела или разрыва возникли новые варианты. В высшей степени важной переменой стала литуанизация города, которая произошла спонтанно и независимо от политики советской власти. Я помню сталинское время, когда в городе царил русский язык, поэтому я тогда ему и научился, это было совершенно неизбежно. В хрущевские годы литовцы стали большинством, чего не было по меньшей мере с эпохи Средневековья, да и то неизвестно, были ли они тогда большинством. Правда, Вильнюс был не ожидаемым идеальным следоточием национальной жизни, а скорее советским областным центром, но с годами он начал приобретать ощутимые столичные черты, и он также вновь оказался медиатором Востока и Запада, сквозь него в Советскую империю проникали европейские, прежде всего польские влияния. Для москвичей и петербуржцем он стал палеотивным Западом, так же, впрочем, как Лига Италин. Иосиф Бродский, который обогатил вильнюсский текст своими стихами и даже самим своим присутствием, говаривал, что Вильнюс для русского человека это первый шаг в правильном направлении. Существенной задачей для литовской культуры стало укоренение в Вильнюсе и вообще в городской жизни, поскольку литовцы крестьянский народ, освоение вильнюсского семиетического пространства, его символики, его смыслов. Речь шла также о синтезе всей, не только литовской истории города. Эта задача продолжает решаться сегодня. Предвоенный миф, пропагандистский миф о том, что Вильнюс чисто литовский город, который нетерпеливо ждет объединения с родиной, не выдержал столкновение с реальностью. Когда Вильнюс отошел к Литве, литовцы в нем было 2% населения. Все же эта небольшая группа сыграла некоторую роль в освоении Вильнюса литовской культуры после войны и после сталинизма. Здесь оказались значимы некоторые воспоминания, а также фундаментальные искусствоведческие работы старого Вильнюса приятеля Милоша по фамилии Влада Сбрейма. Но больше всего сделало молодое поколение. Это авторы, которые были здесь пришельцами, однако окончили здесь школы, университет и прониклись аурой города. Важнее других, по-видимому, два писателя, которые недавно скончались. А первая из них много и разумно, очень умно, я бы сказал, пишет Валентина Брио. Это Юдита Войчунеки. Крупный поэт. Она, в частности, перевела на литовский многие стихи Ахматовой, включая Реквием. Происходила она из той же семьи, что Петра Свойчуна, автор стихов «Слушай мир, мы без Вильнюса не смиримся». Ее многочисленные сборники можно назвать ударной попыткой интегрирования Вильнюса в современную литовскую модель мира. В сущности, это поэтический бедекер, несколько традиционная, романтическим импрессионист к описанию улиц, площадей, парков, этюды об исторических фигурах Вильнюса и даже об его этносах. Книги Войчуна исполнены того, что Мандельштам, один, кстати, из ее учителей, и могу, так сказать, нескромно сказать, что горжусь тем, что именно я ее когда-то с Мандельштамом познакомил, с его стихами, полны того, что Мандельштам называл тоской по мировой культуре. Другой писатель Юргис Кунченас, лучшая повесть, которого Туула переведена на русский язык, ну, там геминато, две у, что в литовском недопустимо, но по-русски получилось бы название города Тула, и это привело бы к некой нелепости, поэтому долгая литовская гласная У там передана как две повторённая У. Это история любви, пережитой молодым бродягой и алкоголиком, хотелось бы сказать молочным братом Венечки Ерофеева, в одном из традиционно пасторальных урочищ Вильнюса, Ужуписи. Герой повести, никак не вмещающийся в советское общество, существует в странном многонациональном социуме, также выпадающим из так называемой нормальной жизни. По книге Кунченоса можно реконструировать Вильнюс, ну, тут с преувеличением скажу, почти как Дублин по улиссу. Перекрёстки и углы, обрывы, мостки, сорняки Ужуписа описаны со свойственной для вильнюсского текста пристальностью и точностью. И вот после Войчуна и Кунченоса можно уже сказать, что литовцы освоились с Вильнюсом не менее, чем поляки. Ну и под конец скажу несколько слов о вильнюсской литературе на других языках, чем польский, литовский. Существуют тексты о Вильнюсе, и, кстати, часто вот такие ностальгические, написанные по-русски. Это, например, Юрий Юркун «Шведские перчатки», не говоря уже о упомянутом Брольском, у которого вильнюс играет, прямо скажем, немалую роль. Существует текст, написанный по-французски «Ромен Гари», по-немецки «Альфред Дёблин». Даже Гильберт К. Честертон оставил великолепное описание «Острой Брамы», и для него Вильнюс был идеальным городом католицизма. Но народы, неразрывно связанные с Вильнюсом, это евреи и белорусы. В еврейской литературе как на иврите, так и на идиш, и не только на них, Вильнюс занимает огромное место. Целые века он по-своему замещал Иерусалим. Был центром аристократической и консервативной духовной жизни. Влиятельным далеко за пределами теперешней Литвы. Гетто находилось в центре города. Его жители в некоторые периоды составляли примерно половину населения. Для польского и литовского вариантов вильнюсского текста это была скорее маргинальная часть города. Для еврейских авторов это был самодостаточный мир в себе. На маргинальные позиции оттеснялся как раз польско-литовский Вильнюс. Здесь происходил бильдунгс-роман «Юноша из местечек» и царила талмудическая традиция, связанная с именем Виленского Гаона. Валентина Брио пишет о специфических еврейских метафорах города. Он выступает как мать, так как на иврите слово «город» женского рода, на литовском мужского, на польском среднего. Выступает как дом, ибо соединенные арками постройки гетто составляли как бы одно здание, и чаще всего выступала как книга, свиток, каббалистический манускрипт, ибо буквы сама сущность юдаизма. Стоит, помянуть, две поэмы о Вильнюсе. Одну написал на иврите Залман Шнеур в 1917 году, в 1917 году, другую на идиш Моши Кульбак, погибший в сталинские времена, поэму написал в 1923 году. Это ностальгические тексты, хотя ностальгия тут относится прежде всего к истинному Иерусалиму, а Вильнюс или Вильне выступает как его близнец, как Иерусалим изгнания, окруженный горами, согласно Псалтире, замкнутый, но одновременно иноприродный, северный. В обеих этих поэмах, особенно у Кульбака заметен онирический, сновический элемент, который легко соотнеслись с эксплисционизмом Мейринга, Макса Брода и Кавки. Кстати, еврейские тексты используют и нееврейский мифологический материал города, упоминают, Гедемина. С другой стороны, категория Северного Иерусалима и фигура Гаона проникли и в другие вильнюсские традиции, включая литовскую. Об этом тоже пишутся стихи. Еврейский Вильнюс не только стал метафорой и метонимией Иерусалима, но повторил его судьбу. Он стал руинами и местом плача. В литературе современного Израиля и за его пределами он фигурирует очень часто. Ну, упомяну такие имена, как Хаим Града или Абрагам Суцкевер. Хаим Града умер в Нью-Йорке, был кандидатом Нобелевской премии, вместо него получил Айзек Башевиц Зингер, что вызвало неудовольствие многих жителей Нью-Йорка, которые считали Града не без оснований лучшим писателем. Есть даже стихи о Вильнюсе Марка Шагала. Возможно, уже последнее звено в этой традиции, известный многим, Григорий Канович, который жил в Вильнюсе уже в советские годы, потом переселился в Израиль, где продолжает писать по-русски, считая себя при этом литовским писателем. Хороший пример многозначной идентичности. И, наконец, с Вильнюсом прощаются также белорусы, национальное движение которых, едва ли не самое позднее в Европе, именно здесь началось и развивалось параллельно с литовским движением, во многом по его модели, одно время почти с ним срасталось, несмотря на существенную разницу языков. Эпоха перед Первой мировой войной считается золотым веком белорусской культуры. В межвоенное, то есть, так называемое польское время в Вильнюсе для белорусов начались трудности, несравнимые, однако, с выкорчевыванием белорусского языка и соответствующего идентифика в сталинские и послесталинские годы. Иван и Антон Луцкевичи, Франциша Каляхнович, Наталья Арсеньева, а также и некоторые признанные в советское время фигуры, например, сокамерник Кекштаса Максим Танк, внесли вполне заметный вклад в вильнюсский текст. Кстати, с ними сотрудничали многие поляки. Футурист Ежи Янковский или композитор Людомир Михаил Роговский, который сочинил даже музыку к белорусскому гимну, умер, кстати говоря, тоже в славянском мире, но в довольно неожиданном месте в городе Дубровнике. Также сотрудничали многие литовцы, Микулас Бельжишко и Листапана Скайрис, который женился на белорусской поэтессе Леизе Пашкевич. Как и литовцы, белорусы считали Вильню своей духовной, инспе и государственной столицей. Тем более, что восточнославянская культура была более чем заметной в городе со времен Средневековья. В 1939 году Сталин, видимо, собирался объявить Вильнюс центром Западной Белоруссии по образцу Львова, центра Западной Украины, но вскоре изменил мнение, возможно, даже по случайному капризу. Это вот случай, так называемый носок Леопатры. И передал его Литве. Это решение имело далеко идущее и никак не предвиденное Сталином последствия. После краха Советского Союза независимая Беларусь, как и Литва, использовала вильнюсскую символику. Гербом страны, как и гербом Литвы, стал герб Великого княжества Литовского погоня, воспетый некогда Максимом Богдановичем. Такое совпадение довольно редкий случай Мировой Геральдики. Но это было отменено в эпоху Лукашенко. Причем, надо сказать, некоторые литовцы, так сказать, при этом вздохнули с облегчением. Белорусский вильнюсский текст всегда имел ностальгические обертоны, что усилилось в последнее время. Это я понял, когда слушал в Минске в частной компании очень популярную там песню Дмитрия Бартосика «Развитание с Вильной», «Прощание с Вильнюсом». При этом не лишено любопытства, что Бартосик является русским по происхождению, который принял белорусскую национальность и белорусский язык. С другой стороны, белорусом по происхождению является наиболее интересный молодой литовский прозаик и драматург Мариус Ивашкевичус. Ну, я надеюсь, что белорусская ностальгия по Вильнюсу не приведет каким-либо нежелательным для меня литовца политическим последствиям, если литовцы будут с должным почтением относиться к белорусскому культурному наследию, что, увы, сейчас далеко не всегда имеет место. И это же, разумеется, относится к польскому и еврейскому культурному наследию. Вильнюсский текст не должен распадаться на изолированные и конфликтующие тексты. Его сила и красота в связи и комплементарности всех его частей. В нынешнюю эпоху пересечения и стирания границ тип Вильнюса, принадлежащего к нескольким культурам одновременно, уже не обязательно чреват внутренним конфликтам, как это было еще во времена Милоша или Кекштаса. Ну, должен сказать, что лично я этого конфликта в себе совершенно не чувствую. Спасибо за внимание. Спасибо. Кто хочет задать вопрос или вы по докладу, пожалуйста. Да-да. Вы вполне ожиданно опустили одного поэта в себя. И мне интересно, а как вы уже анализируя вильнюсский текст, как вы собственные стихи туда вмещаете? Вмещаете. вмещаете. Вы знаете, об этом что-то есть и в книге Валентины Брио. Об этом что-то. Я не знаю, вы знакомы с этой книгой. Нет. Вот она вышла в НЛО и, в общем, стоит внимания. Она где вышла? В НЛО. В НЛО и ТЭТО на Возлении. И, ну, что сказать об этом? Я сам себя анализировать не могу. Это было бы несколько неприлично. Я анализировал стихи Бродского, посвященные моей скромной особе, что тоже неприлично. Но тут уже не было выхода, потому что я единственный человек в мире, который знает многие детали, связанные с этими стихами Бродского. И жалко, если бы они пропали, так сказать. Поэтому я был в какой-то мере даже как бы вынужден рассказать в таком внесловесном контексте этих стихов. Кстати, не только вильнюсских, но еще и кенигсбергских. Об этом я тоже по исторической случайности знаю больше, чем кто бы то ни было. Ну, у меня не очень много стихов о Вильнюсе, но есть. Я писал их и в ранней юности. И потом есть такие, опять же, стихи прощания с Вильнюсом, когда я уезжал в эмиграцию. И называется это Ода городу, и Вильнюс там помещен на берег моря. И не назван, хотя угадать можно по некоторым деталям, что это Вильнюс, но почему на берег моря? Потому что на самом деле это 300 километров от морского берега, потому что это старый городсианский топос, море, это море истории. Я был, сочиняя этот стишок, который, как ни странно, перед самой эмиграцией я успел напечатать, я был абсолютно уверен, что Вильнюс никогда уже не увижу. Но увидел. И тоже есть такие стихи о возвращении в город и о некоторых драмах внутренних, связанных с этим возвращением. Потому что в современном Вильнюсе я не всегда ощущаю себя уютно по разным причинам. Ну, хотя, так сказать, бываю там часто, участвую в тамошней культурной и даже политической жизни. Но именно это мое участие приводит к некоторым не совсем уютным последствиям. Ну, вот в прессе это еще спокойно, но попробовали бы вы почитать интернетные комментарии к моим выступлениям. Вильнюсские? Вильнюсские. Вильнюсские. Нет, здешние как раз вполне положительные, но это и ужасно, так сказать, с точки зрения некоторой части литовского народа. Ну, анализировать это я не могу. Я одно могу сказать, я стараюсь в этих стихах давать какие-то угадываемые детали Вильнюса, но ни в коем случае не упоминать конкретно. вот собор Святой Анны, собор Петра и Павла, какие-то реальные названия, что делала как раз Войчун эти. Я стараюсь, чтобы стихи никак не пророжались в Бедекер. Хотя Бедекер по Вильнюсу я тоже написал, но это уже отдельно, это уже мое хобби, и я написал действительно путеводитель по Вильнюсу, и опять же скажу из собственного опыта, что я его презентировал как-то в Москве, в этом, простите, в Нью-Йоркском ресторане «Русский самовар», там оказалась Сюзан Сонтак, у нее, покойная ныне, у нее, ее предки, конечно, родом из Литвы, она, взяв этот Бедекер, сказала, фуй, я ожидал от вас чего-то типа того, что Бродский написал о Венеции, а вы написали стандартный Бедекер, я сказал, Фернандо Пасоа тоже написал стандартный Бедекер по Лиссабону, она сказала, ну, если Фернандо Пасоа сделал глупость, это не значит, что вы должны ему подражать, но я обещал ей написать нечто иное, и я написал нечто иное, это не то, что Бродский о Венеции, конечно, но это все-таки некое эссе о Вильнюсе, обширное, и оно только что вышло по-английски, и, надеюсь, выйдет по-русски, как мне обещал Йозеф Будрайтис, здесь находящийся, может быть, в конце этого года, ну, вот тогда, так сказать, это некая эссеистическая история, эссеистическая культурная история Вильнюса с некоторыми собственными воспоминаниями и, так сказать, наблюдениями. Спасибо за вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Какие еще есть вопросы и замечания, пожалуйста? Да, только коротко, да? Дело в том, что Владимир Николаевич Топоров написал когда-то очень интересную статью «Москва в Балтийской перспективе». Москва в Балтийской перспективе. Среди того, что Топоров делал, очень много было непонимания, что вроде бы он Петербург, а заодно и Вильнюс в своей статье как-то противопоставляет провинции. Из моего собственного опыта я знаю, что нигде, как в Литве и в Эстонии этого нет, нигде, как в Литве единство столиц и Вильнюса, вернее, двустоличие Вильнюса и Каунаса не связано так с провинцией, то есть с Клайпедой, которая тоже после, как и Вильнюс, после 45-го года стала частью реальной современной Литвы. Была даже поговорка Вильнюса и Клайпеда мусу, бет-лет-варю. Вот. Я же хотел спросить все-таки вот в вашем разрезе, как провинция? Вот Кафедорис, вот... Ну, понятно. И так далее. Ну, и, конечно, Паланга. Вильнюс, да. Ну, действительно, в Литве наблюдается такое двустоличие или даже трех и даже четырех и даже пяти столичия. Это поразительно, конечно. Ну, в России тоже есть двустоличие, и если считать украинский Киев, то и трехстоличие, но в Литве это как-то особенно. Вильнюс все-таки сильно отличается от остальной Литвы своей, так сказать, вот именно такой многослойной традицией. И есть какое-то, есть какое-то напряжение между Вильнюсом и провинциальным окружением Вильнюса, о чем я пытался даже упомянуть. Вторая столица, и уже чисто Литовск, это Каунас. Морская столица, и сейчас она уже превосходит Каунас по культурному значению, это Клайпеда. Это наиболее либеральный, наиболее такой, ну, не люблю этого слова, но скажу прогрессивный город Литвы, именно Клайпеда. Ну, вот, скажем, театральной столицей какое-то время был Паневежис, а летняя столица то ли Паланга, то ли Нида. Вот у нас такое... Меньше. У нас действительно такое, так сказать, статус, статусом столицы обладает несколько городов в разной степени и в разных аспектах, но это как раз очень интересно и очень, по-моему, полезно. Вот во Франции все-таки кроме Парижа ничего нет, и это, в общем, довольно ужасно, а в Италии все, что угодно, кроме Рима, в Германии все, что угодно, кроме Берлина, и Берлин даже где-то на очень, так сказать, не первом месте. Вот в Литве примерно то же самое. Ну, вот это то, что я могу на это ответить. Спасибо. Ну, вы знаете, я, конечно, должен сказать, что для меня существует следы истории, поскольку Вильнюс это один из немногих современных городов, для которого хорошая эндоевропейская проформа и соответствие типа Херского, Хулана, в смысле шерсть и волна, вы знаете, что это эндоевропейская метафора волны как шерсти или шерсти как волны, и это Хулана было названием рек на древних эндоевропейских территориях, поэтому теоретически, конечно, нам бы мыслилась какая-то пред-предыстория, но, к сожалению, непонятно, как заполнить вот этот гигантский хронотоп в несколько тысячелетий и во много тысяч миль, если мы примем, скажем, нашу идею древне ближневосточной прародины, то как именно эта Хулана передвинулась в начале, как это передвинулась уже потеряв ларингальный на северо запад, это, конечно, проблема для такого огромного лингвистического воображения. Я помню, я где-то читал, что древнейшее название Ильона было Вилуса. Это никак не связано? Это так, и более того, это Вилуса есть в древних лувийских текстах, и вот Кэрдвард Воткинс и некоторые другие вполне серьезные специалисты считают, что в лувийских текстах мы видим подтверждение реальности Трои и войны, связанной с этим городом Вилуса, и, по-видимому, это вполне реально. По-видимому, это вот следующий этап в истории этого мифологического города. Так что остается теперь проследить, как дальше Вилуса, это довольно близко к проливам, как дальше от проливов это двинулось через Балканы. Топоров, между прочим, очень увлекался идеей Балкана-Балтийских связей. Так что теоретически можно представить себе этот путь, но пока что у нас нет ничего конкретного. В порядке юмора скажу, что наш деятель Басанавичус полагал, что литовцы происходят от дневных фракийцев, и что первым выдающимся литовцем в истории был Спартак, потому что Спартуз по-литовски означает быстрый, бодрый и так далее. Но это бред, насколько понимаю, но в свое время это была популярная идея. Спасибо большое. Я предоставляю теперь обратно вести собрание Иринии. Да, спасибо, Вячеславович. Ну, сейчас я хочу пригласить всех на кофе-паузу небольшую, и ровно в 15.30 мы продолжаем наше заседание лекция на...